Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Зима не за горами. В стране вырос спрос на покупку дров. Разделанными дровами у нас обеспечиваются инвалиды и лица престарелого возраста. Почем нынче микс хвойных и лиственных пород. Маршрут перестроен. На интернациональной произошло ДТП с участием автомобиля такси. В результате ДТП пострадал и пассажир Мазды. Кто кому не уступил. Всего три клика и никаких очередей. Купить билет на аттракцион в парке культуры и отдыха можно с помощью системы оплаты. Через данное приложение также можно приобрести билет на дискотеку «Кветка». Какие еще преимущества у QR-кода? А также уборочная кампания, безвизовый режим, респираторные инфекции. Минздрав пересмотрел список заболеваний, при которых девятиклассники не будут сдавать экзамены. Что изменилось? Второй губернаторский день во Дворце Независимости. Президент встретился с председателем Гродненского обл. исполкома. Тема номер один – уборочная кампания и второй – укол страв. Александр Лукашенко уделяет этим вопросам самое пристальное внимание. Ситуация на мировом продовольственном рынке критическая. Белорусским аграриям необходимо накормить свой народ и заработать на внешних продажах. Нынешняя жатва должна пройти на высочайшем уровне организации и дисциплины. Гродненский регион, убежден глава государства, проведет уборочную как надо. Для этого есть все – и кадры, и техника. Надо все-таки учитывать эту спрессованность. Азимы ячмень, рапс. Потом надо пахать быстро, чтобы азимы посеять. Ну и яровые колоссовые надо убрать вовремя. Но самое главное – второй укос трав хороший. Особенно на Гродненшине очень хороший второй укос. На Могилевшине он лучше даже, чем первый. По объемам, по урожайности. Особенно там, где успели подкормить траву второго укоса. Надо это взять. Это будет хороший резерв и запас кормов на будущее. Потому что таких погодных условий для трав вряд ли у нас еще будут. Я вообще не помню, чтобы так было. Президент констатировал, за полугодие, если говорить о традиционных показателях, ситуация оставляет желать лучшего. Стоит задача сохранить темпы прошлого года. Александр Лукашенко заметил – Гродненская область потенциально могла бы даже больше. И снова о шашечке. Накануне в Бобруйске произошла авария с участием такси. Иномарки столкнулись на перекрестке Пушкина и Интернациональной около пяти вечера. Форт ехал с Октябрьской в сторону Советской. Мазда двигалась в противоположном направлении. Таксист поворачивал налево, но не уступил дорогу. Как итог, машины получили сильное повреждение. Передние части – в смятку. В результате ДТП пострадал и пассажир Мазды, но в госпитализации не нуждался. По факту ДТП проводится проверка. Гражданам, которым известно обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по номеру 102 или 590199. За последний месяц это вторая серьезная авария с участием такси. 8 июля на перекрестке Батовой проспекта Строителей перевернулся форт. Всего же за прошедшие выходные в Могилевской области зафиксировано 934 нарушения ПДД. Задержано 23 пьяных водителя и 37 бесправников. К ответственности привлечены и 113 пешеходов. Выпускной экзамен, земельный кодекс и денежный лимит. Белпочта вела ограничение на проведение операции по оплате услуг с использованием карт иностранных банков. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Почти 130 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу. Только за неделю свыше 15 тысяч. Это жители Литвы, Латвии, Польши. Для последних упрощенный въезд начал действовать в начале июля. При этом ковидные ограничения сняты, ПЦРТС или сертификат о вакцинации не нужны. Минздрав пересмотрел перечень заболеваний, при которых выпускники 9-х классов не будут сдавать экзамены. В группу болезней органов дыхания включили грипп, пневмонию, острые респираторные инфекции. Также в списке указаны травмы. А при заикании тяжелой степени освободят от устных испытаний. Новое постановление вступит в силу с 1 сентября 2022-го. Новый кодекс о земле позволит узаконить самовольно занятые участки. Главная задача на местах – грамотно использовать их в границах населенных пунктов и создать все условия, чтобы люди их выкупали. Белорусам будут предоставлять до 1 гектара для строительства жилых домов в городах. Минлескоз и МЧС напоминают о правилах сбора грибов и ягод. Любители тихой охоты уже открыли витамины сезона. Поход за дарами леса должен быть безопасен не только для природы, но и для человека. Чтобы не заблудиться в чаще, нужно хорошо изучить карту местности и обязательно взять с собой мобильный телефон. Белпочта ввела временное ограничение на проведение операции по оплате услуг с использованием карт иностранных банков. Лимит установлен в сумме 500 белорусских рублей для одной кредитки в течение недели. Все подробности на сайте компании в социальных сетях. Важнее всего погода в доме. В стране вырос спрос на твердые виды топлива. Бобручан теплом обеспечивает горы Айтопсбыт. Только за прошлый год предприятие реализовало больше 9 тысяч тонн брикета и почти 9,5 кубометров дров. Что почем знает Карина Гуревич. Говорят, готовь сани летом. Тоже касается и подготовки дома к холодам. Сейчас спрос на твердые виды топлива вырос по всей стране. Каждый день в Бобруйске горы Айтопсбыт тоннами привозят торфабрикет для водяного и парового отопления. Поставляют его со Старобинского и Днепровского заводов. Для печей используются дрова, которые поступают из лесхозов. Как правило, это микс лиственных и хвойных пород. Прямо на предприятии есть вот такая своеобразная витрина. Покупатель может самостоятельно оценить качество бревен в разрезе и подобрать их по толщине. Партию отметят специальным знаком и она будет дожидаться отгрузки. Затем в сроке отправится к владельцу. Стоимость кубометра дров 9 рублей 53 копейки. За тонну брикета нужно будет заплатить чуть больше 29. Погрузка обойдется в 5.07. Выписать твердые виды топлива можно по адресу Бахарова 7. Получить консультацию в будние дни по телефону 72 11 10 с 8 до 5. Обед с часу до 2. Срок доставки до 30 рабочих дней с момента заключения договора. Дрова у нас разделываются и реализуются согласно техническим возможностям предприятия. Мы дрова колем, пилим, реализуем их двухметровыми и четырехметровыми. Разделанными дровами у нас обеспечиваются инвалиды и лица престарелого возраста. Они приходят к нам, заключают договор. В течение 15 рабочих дней мы осуществляем им доставку топлива. Купить дрова и брикет по фиксированным ценам могут бобруйчане, которые живут в доме с печеным, водяным или паровым отоплением, а также с индивидуальным оборудованием, при условии, что оно не подключено к системе централизованного теплоснабжения. Население получает топливо по фиксированным розничным ценам, по установленным нормам. Нормы установлены на один календарный год. Это 4,9 куба дров, либо 3 тонны брикета. Если человек желает приобрести и то, и то топливо, то норма делится. Это 2 тонны торфабрикета и 2,6 куба дров. За 2021 предприятие реализовало больше 9 тысяч тонн брикета и почти 9,5 кубометров дров. Помимо самого Бобруйска здесь обслуживают еще наш район, плюс Глузский-Осиповичский. К слову, организация предлагает трудоустройство на вакансию станочника и раскрежевщика. Зарплата от 700 рублей, а также грузчика от 650. Подробности по телефону 72-16-59. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. На Калипсо без очереди. Приобрести билеты в парке культуры и отдыха можно с помощью мобильного приложения «Оплати». Нововведение распространяется на все аттракционы. Для этого нужно скачать и зарегистрировать приложение «Оплати», пополнить кошелек с карты любого банка, после отсканировать QR-код. При покупке электронного квитка посетитель получает скидку в 15%. Через данное приложение также можно приобрести билет на дискотеку «Кветка». Проходит каждую субботу с 7 до 22.30. В следующую субботу здесь же пройдет конкурс вокального искусства. Принять участие могут все желающие. Возрастная категория – 11-17 лет, а также 18 и старше. Все победители получат дипломы и ценные призы. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!